привет парни вот решил записать первое видео буду продолжать тему малярки сейчас на очереди колористика подбор цвета когда-то давным-давно человек был единым целым и он был очень сильным и грозным и боги его боялись и поэтому взяли разделили его на две половинки и с тех пор эти две половинки ходят и ищет свою вторую половинку в америке в малярки маляр и колорист это единое целое поэтому наверно получается все красиво по цвету я считаю что это достаточно правильная постановка труда никто никого пальцем не показывает только один человек отвечает за за конечный продукт как говорил раньше в америке никто не поймёт такую постановку труда там где один человек красит а другой получает люлей за не в цвет и я считаю что это правильно постановка труда только один человек должен быть ответственным за качество и за цвет если есть такие станции где они могут себе позволить кого ну колориста там где один человек мешает несколько несколько красок на несколько маляров сам сам все прикидывает где там было разблэндиться где там покраситься то тогда до 90 процентов ответственности должна лежать на колористе если человек покупает краску на подборе то за цвет ответственным только маляр у маляра должны быть глаза чтобы видеть чем он красит маляр должен сделать выкраску чтобы проверить чем он красит ну естественно перед подбором человек тоже должен посмотреть или отличается этот лючок от астана от другой стороны или одинакового цвета там переднее крыло заднем с задним крылом короче все это должен учитывать маляр тот непосредственно тот человек который красит и который отдает машину клиенту вот естественно в америке этот бизнес давно давно устоялся и здесь очень мало людей которые поют краску на подбор в основном все шопы имеют свои стойки и все подбирает маляр ну и вот сейчас покажу как все уже почти пришли для тех кто работал на дилере ничего тут нового не будет деки с чипами по которым подбираешь цвет краска которую сам все мешаешь вытяжка чтобы не задохнуться весы и вот такая штука куда банки вставляешь компьютер может сам наливать краски сколько надо если сам не умеешь но я обычно не пользуюсь практически компьютер куда входишь завод код и он тебе выдает либо здесь можно посмотреть камера ридинг камера это спектрофотометр здесь все машины все предыдущие ридинги спектрофотометр мне очень сильно облегчает жизнь сейчас примерно покажу наглядно вот такая маленькая штучка берется полируется маленький участок я это уже сделал для этой машины полируется маленький участок удобно кстати она как перевернешь так игра на переворачивается берешь три шота но три фотографии и ставишь обратно на базу записываешь ару номер на рп орда нам бы это номер номер заказ наряда и здесь уже смотри все возможные варианты вот он последний nissan который я сделал до этого выбираешь здесь солидный металлик или три стэйч search и вот она выдает здесь совпадение 0 4 это значит это очень хорошая все все что-то единицы это прям ну можно в стэйк делать ну практически всегда всегда лучше проверить здесь еще additional формулы который не хочет открываться и здесь тоже по совпадениям все что до 3 ой то все что до двух это будет нормально и также эти формулы можно еще доработать то есть выбираешь формулы нажимаешь вот здесь вот adjusted формула он компьютер еще дорабатывает делает еще лучше значит то я обычно делаю с цветом я крашу машину допустим два слоя краски сюда два слоя краски на выкраску развожу лака на все лачу 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 выкраску машину оставляю не лаченый сравниваю цвет оп не годится дорабатываю докапываю то что считаю нужным сюда докапать опять еще раз делаю выкраску еще раз сверяю лачу тем же лаком который у меня разведенный все хорошо лачу всю машину ну под окрашивать и краски уже который я доделал и долачиваю всю машину в детстве мне всегда говорили не убивай пауков письмо придет известие какое-то хорошее ну как бы это не для малярки никакого тут известия не быть кстати по оклейке я люблю всегда оставлять так краешки открыты чтобы лак было везде красиво никогда ни в коем случае не вылипал при возможности оставляю двери чуть приоткрыты тоже торцы были наружу но как в этом не обязательно но по возможности я делаю дальше пойдет обезжирка одна водная другая сольвентовая сил краска лак и даже покажу вот еще такая тема сразу поясню красится будет бампер фендер ну фендер переднее крыло и два элемента будет бленд вот здесь вот это бленд и в принципе я ничего делать здесь не должен но хозяин жаловался на царапину поэтому я ее удалил по-человечески как он просел все остальное вот это 1000 миллионов сколов на капоте по грамотному это надо все праймить но эта работа бесплатная поэтому сюда просто идет подмазочка для сколов чтобы они не так выделялись естественно она все проявится но все равно это будет лучше чем чем просто по голым сколом красить и я планирую закончить базы где-то вот здесь вот поэтому до суда я подмазывал здесь остается все чистое без подмазки здесь будет только лак и родной цвет сделал я выкрутку на эту машину же ну покрасил капот бампер там все остальное сделал выкраску и залачил лаком который развел на всю машину черные и темные цвета всегда лучше проверять в темноте ну специальной лампочкой фонариком меня рук сейчас не хватает чтобы это все показать но нужно подсветить в угол в лицо и в угол черные цвета показывается очень хорошо тогда в темноте с таким фонариком это будет выглядеть так как будет выглядеть на солнце вроде бы как бы и черный цвет для большинства людей все равно и там не знаю в питере и в темноте в полумраке не особо будет видна разница но это примерно как валеры был пост сюда у меня простой белый но тут точно так же простой черный но как вылезет солнышко это все покажется проявится и если не будет совпадать это будет возврат я обычно пистолет по моему растворителем обдуваю обдулочником везде что не оставалось нигде тина растворителя и и подумал нечаянно батарейку от манометра и она взяла и вылетела нашел эти части начал закручивать и отвертка оставляет такие но зазубрины слизывает короче на этот винт закрытел потом подумал наверно вот это для этого и она совершенно четко стоит все продумано вот кстати про разницу на черном но мне теме не сделать в тени более-менее более-менее нормальный цвет убираешь отходишь его ну это не я красил это так завода было это просто из-за того что это пластик или что-то какая-то другая деталь ну такие отличие на солнце бывает еще пару слов про калористику когда я приехал в с естественная умел только красить не умел подбирать цвета все приходилось делать научным методом тыка врать боем ну чуть потихоньку вот что-то научился хочу сказать наверное понимание начинает приходить там где-то через пару месяцев через полгодика но если ты делаешь по две-три машины в день как будто ну ты можешь краску подобрать но ну вот такое ну за будет брать достаточно долго времени и ну такой такси себе подворщик когда я пошел на поток какое-то время назад и там надо было намешивать и красить пять-шесть машин в день вот там у тебя уже глаз работает как автомат машина стоит на пороге тоже примерно представляешь какой там вариант и примерно представляешь как творить чем его исправить куда там уклонить сделать более зеленым сделать более красным синим там и так далее вот то есть в большом я бы сказал в большом стрессе вот какие-то таланты проявляются то есть глаз начинает работать прям как машина вот этот свет вчерашний кх3 кх3 самый вообще ну простой nissan и люди которые работают они не представляют что допустим все nissan и такого цвета они идут такие светло-желтовато-беловатый такой черный вот такие вот большие nissan и как я вчера покрасил они идут такой именно черный-черный черно-синий и в принципе по большому счету как бы я бы мог не делать выгрузку и я давно крашу такие машины и знаю что там как чего будет ну вот я вот такой дурак и все равно проверяю потому что крыло могло бы там с той стороны покрашена каким-нибудь не знаю дурачком никто цвет еще что я что-то мог не заметить если я делал по спектр по по камере по спектрофотометру то как бы там чуть какая-то ошибка могла попасть мусорина какая попасть еще чего-нибудь в общем смысл в том что всегда все нужно проверять переход береженого бог бережет все по 10 раз тут же к слову хотел сказать про подбор краски в гаражах не помню успел я вчера что-то наговорить не успел в общем смысл в том что за весь продукт в гаражах ответственным да только маляр то есть сравнить это можно всем вы не можете говорить что вот у меня получилось дверь не в цвет и так отдавать это клиенту потому что вот колорист плохо подобрал это то же самое что говорит что у меня получилось дверь кривая потому что у меня плохая шпаклевка у меня получилось там жопная жопная шагрень потому что у меня плохой лак ну как бы ну клиент этого не поймет это не должно быть так работать человек должен отдавать конечный продукт. Кто-то сейчас, например, наверняка скажет, что вот клиенты сами краску привозят. Ну, как бы, да, есть, конечно, такое дело, но от этого нужно избавляться, потому что, ну, вы не приходите в ресторан со своими продуктами, вы не можете говорить, давайте я огурчиков постругаю, а вы мясом и приготовьте. Или, там, вы не приходите на операцию, не приносите скальпель хирургу, которому, там, дедушка у вас что-нибудь в гараже шкрябал. Говорит, ну, это неправильно. Если человек к вам обращается, то он должен получать полный сервис, и тогда за это могут браться деньги. Ну, а сейчас давайте посмотрим, что вчера получилось. Ну, выглядит все более-менее. Эти чипы, они, конечно, не знаю, тут видно не будет. На камеру не видно, но вот чуть-чуть там вот этих вот сколышков, они повылезали, чуть-чуть есть они. Ну, от этого никуда не денешься, но это лучше, чем бы, чем бы я просто бы поливал осколом. Вот так, в принципе, все симпатично. Вот, есть мусорина, и там еще, где-то там подальше еще, то ли скол, то ли, то ли что-то непонятно. Ладно. Росточка. Показываю. Тоже, не знаю, видно, не видно. Ну, в общем, короче, нету это росточки. Все красиво, все хорошо. Вот даже меня видно. А торчики, так как я перфекционист, люблю все вот такие вот вещи, там сколышки под торчиком, зубочисткой или чем-то таким специальным тампончиком под тампонить. Вот, так что все красиво. Парни, сам не верю, что я в это говорю, но если вам понравилось, то давайте это, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание.